Музыка Есть государства, образующие народы России, которые создавали Российскую Федерацию, которые здесь. И они, конечно, созданы в виде землячества, не диаспор, в различных городах и влияют на внутреннюю политику. Но очень большой фактор это то, что диаспоры из дальних зарубежей, которых здесь тоже очень большое количество, должны влиять всячески для того, чтобы, во-первых, поднимать имя из России, во-вторых, для того, чтобы устанавливать более тесные контакты между государствами и быть как раз таки послами общественной народной дипломатии государства российского в тех государствах, с которых они прибыли сегодня и являются гражданами России. К огромному сожалению, и этому вопросу не уделяется практически никакого внимания. Никто не вовлекает и не привлекает руководителей национальных диаспор, руководителей, имеющих большой авторитет, и у себя на родине и здесь, для того, чтобы они занимались вот этой народной общественной дипломатией, для того, чтобы они помогали России и были действительно той мягкой силой, о которой мы говорим. Мы говорим о мягкой силе, ее не используем. Мы на последней встрече с министром Лавровым говорили об этом, я лично поставил вопрос записку, потому что нет ни одной сегодня структуры, которая бы организовывала, координировала как-то те общественные организации, объединенных, которые представляют Россию на международном уровне. У нас ряд организаций выходят с полезными инициативами, некординированные, пытаются на различных общественных международных палатах проталкивать вопрос, говорить истину, показывать, что Россия – это не то, что ее молюют там на Западе и представляют кем-то. Но этот голос никто не слышит. Эту работу надо продолжить. Я думаю, Министерству иностранных дел надо будет в ближайшее время все-таки создавать такую общественную структуру или совет, который будет объединять и координировать, и помогать, координировать усилия и помогать этим вот общественным организациям, которые этим занимаются. Огромный потенциал у диаспор есть, влияние на свою региону. Мы прекрасно знаем, что мы сегодня, если взять только постсоветское пространство, то основная часть бюджета пополняется, наверное, все-таки тем, что пересылается из России диаспорами. Во всех республиках, Армения, Грузия, Азербайджан даже, которые говорят богат, Молдавия, Украина и все, они в основном питаются за счет того, что здешние их представители, то есть мы диаспоры посылаем им, помогаем им там как-то жить и существовать. Это огромный потенциал, его надо использовать организованно для того, чтобы сближать позиции наших государств. Еще большая сложность, вот Виталий Вскольз здесь сказал об этом, что разные есть, коллеги, руководители диаспоры, разные цели, есть энтузиасты, которые действительно болеют, пришли, есть люди, которые хотят немножко бизнес свой какой-то прокрыть, есть разные направления в этом, но любой потенциал должен быть использован. Любой потенциал большой этих диаспор. У них тоже положение не такое простое, вы понимаете, здесь они не особо востребованы для этой внешней деятельности. Вот я определенное количество лет жил в Узбекистане, я был зампредом города Ташкента из полкома, мы создали там вообще-то большой такой клуб президентов, руководителей национальных диаспор и ввели практику того, что президент Узбекистана во все свои международные поездки в те или иные страны брал руководителей диаспор, той страны, куда он едет. Вы знаете, это давало очень большой толчок, импульс и большое влияние оказывало на тех, я лично с президентом Узбекистана ездил и в Азербайджан, и в Армению, и в Грузию, и в другие государства. Понимаете? Понимаете? Они бьются там, чтобы что-то протолкать и встречают противодействие как раз-таки от руководства тех государств, которые они представляют здесь, ибо те считают, что они защищают интересы России. А на самом деле руководители диаспоры, наоборот, хотят тот баланс, чтобы и эта их родина, где они сегодня живут, где растут их дети, было счастливо, и они хотят, чтобы она дружила с тем государством, чтобы не было этих конфликтов. Понимаете? Цель. И они, получается, иногда их бьют с двух сторон. Поэтому мы должны обратить на это самое серьёзное внимание, оказывать им содействие, активно вовлекать руководителей, именитых, знатных людей различных диаспоров, те или иные международные процессы в рамках мягкой силы международной дипломатии.